Ну хорошо, тогда скажите, вот на современной эстрадной сцене, отечественной, есть какие-то люди, достойные не в смысле исполнительском, а в том, в чем вот выселены, то есть в сочинительстве? У нас появляются какие-то необычные композиции, мелодии, про музыку в кино мы говорим, про эстраду, или нет, или прямо это какой-то застой-застой, и, как вы говорите, кингстоны, и всех смыло? Он не застой, то есть застой-то застой, да, кстати, он не только у нас. Да, мне тоже кажется, глобальная тенденция. Я бываю в Америке, включаю радио, всегда в машине еду, и все время все слушаю, слушаю, что происходит. Происходит тоже очень мало чего хорошего, очень мало. То есть вот, ну, сейчас действительно последние, может быть, 10-20 лет не происходит почти ничего. На Бродвее не происходит открытия мюзиклов, никаких. То есть какие-то идут бесконечные повторы, ремейки, и больше ничего. Так это из кино тоже? Может, это какая-то москультная тенденция? Нет, кино бы я не сказал. Все-таки кино нет, кино, не у нас, я имею в виду, но кино и ихнее кино, нет, нет, оно имеет серьезные какие-то... Ну, смотрите, а ведь считается, что кино и без музыки, что невозможно сделать сильную вещь, кинематографичную, без правильной музыки. У нас, кто хорошо пишет у нас музыку для кино сейчас? Как вы считаете? Ну, помимо Дагнаевского. Мы все время удивлялись, у нас нет кино. Нет кино, потому что нету режиссеров, к старым режиссерам не обращаются. Смотрите, Андрон Кончаловский за копейки сделал кино и тут же получил Льва. Да, он и не только Льва получал, но и, так сказать, Тычки и тоже получал, и не так давно, за разные свои фильмы. Но все-таки, значит, в нашем старом организме еще есть порох-пороховницах, если такой-то... Я не знаю, что бы было бы, если бы Мединский бы вас утвердил в качестве руководителя... Вы знаете, я ему это все говорил, кстати говоря, почти вот это то, что я вам сейчас говорю. Я никого от кого-то не скрываю свое мнение. Самый мобилизующий момент, конечно, проекта «Правда-24» были не прямые эфиры. Было бы, наверное, процентов 70-80 из общего числа всех передач, а именно коты. Коты, которых мы пристраивали зрителям. Иногда, кстати, даже и гостям передачи. Их привозили из приюта почти в каждый выпуск. Мы несколько сот животных до времени существования проекта отдали в добрые, надеюсь, руки. Но каждый раз, каждый выпуск, это было как пользоваться терминологией персонажа Маши Кожевниковой из сериала «Юнивер» полный пипец. Просто пипец. Это жесть, потому что животные в стрессе. Они линяют, шерсть летит в нос, суши, в кофе, набивается в рот. И все время надо контролировать животное. Мне приходилось там все время придерживать, поглаживать. Иногда они сбегали седоков. Я, помню, ловила по всей студии кошечку. Стресс был достаточно жесткий для приютского животного. И я помню «Майкун», который был на одном из выпусков с Виктиком, просто обоссался в студии. Во время диалога с Кириллом Серебренниковым кот навалил меня на джинсы. О чем режиссер не применул тут же в эфире сказать на вашу, типа, кошечка насрала. Как будто я этого не почувствовал. Ну, естественно, капитализация животного упала, и его так и не удалось пристроить. Не всех животных брали, кстати. Там вот новокатание взяли три раза подряд, и я его взял себе. С тех пор мы не достаёмся с бастилией. Но песня совсем не о ней. О том, что присутствие животного и необходимость контроля, плюс прямой эфир, то есть жесткий отсчёт хронологический, часто меня уносилку в какое-то не востровало, в какое-то состояние, что я не понимал, о чем говорит гость, задавал вопрос, и не попал. И, ну, хорошо, что были такие с чувством юмора и вообще чудесные персонажи, типа Леонида Ервольника, которые это как-то обыгрывали. Но бывали всякие накладки. Но, как бы то ни было, я этот проект вспоминаю и скучаю. Хотя бы хоть какая-то польза была у нас журналистов. Животные находили хозяина.